Всех поклонников Laravel я приветствую на канале CutCode. Сегодня мы разберем тему, которую частично уже разбирали на канале, но она все еще вызывает массу вопросов, а именно куда выносить логику из контроллеров, консольных команд и джобсов. Какие есть для этого варианты и в целом, где в Laravel хранить дополнительные классы, в каких директориях и в каком виде. Обо всем об этом, но с уклоном в экшн-классы в сегодняшнем видео. Ну что ж, погнали! Друзья, давайте начнем с подхода с использованием экшн-классов. Я признаюсь, такой подход мне нравится больше всего. Сами экшн-классы хранятся в директории actions. Вы, конечно, можете их хранить и в любой другой директории, но так принято у Laravel разработчиков, и если кто-то будет работать после вас, он сразу поймет, что это за директория actions и что здесь за классы. Сами классы выглядят следующим образом. Скажем, возьмем класс csv-array-action, здесь есть всего один метод handle. Это тоже сделано, как скажем, единый паттерн, чтобы всем остальным разработчикам было понятно, что именно здесь происходит. И далее у нас есть контроллер, csv-controller, у которого всего один метод, invoke-method, где мы берем csv-файл и парсим его содержимое в массив и далее передаем во view. Эту логику я взял просто так, чтобы она здесь была, чтобы он был не пустой. На этот момент мы не обращаем внимания, у нас просто есть контроллер с какой-то логикой и перед нами стоит задача перенести эту логику в отдельный слой action-класс. Далее мы создаем этот action-класс, вот он у нас здесь, сюда мы уже перенесли всю логику. Далее в самом контроллере мы можем этот дубль удалить, само собой, и здесь с помощью сервис-контейнера сделать инъекцию этого action-класса csv-array-action, action и далее во view передаем data, обращаемся к этому action-классу и вызываем метод handle. Вот так в одну строку мы разгрузили контроллер и перенесли его логику в отдельный action-класс. Но на этом мы не заканчиваем с action-классами. На последнем лараконе с докладом о action-классах, что это лучшие друзья Laravel разработчика, выступал Luke Downing и дополнил этот подход несколькими улучшениями, которые мы сейчас с вами также рассмотрим. Во-первых, так как action-классы подразумевают всего один метод handle, то можно обойтись методом invoke и обратиться к объекту как функции, немного сократив код. И уже будет выглядеть это следующим образом. Наш action-класс и далее мы уже в него передаем необходимые параметры с помощью магического метода invoke, немного сократив код и избавив наши контроллеры от постоянно повторяющегося метода handle. Друзья, использовать в action-классе магический invoke метод или handle метод решать вам, как больше нравится. Я лично отдаю предпочтение магическому invoke. Кстати, этот момент конечно же нужно вынести в отдельный form request класс, я этого не сделал, здесь нахулиганил, обязательно напишите об этом в комментариях. Друзья, а мы продолжаем, все еще action-классы, сегодня о action-классах будет гораздо больше чем обо всем остальном и все еще доклад Luke Downing по улучшениям, а именно созданию интерфейсов для action-классов. Как в данном примере, мы создаем контракт register action contract. Контракты это те же самые интерфейсы, просто в Laravel принято называть их контрактами. Располагаются они в директории contracts, но это может быть и любая другая директория или поддиректория. Сам интерфейс создает правила для нашего экшена по регистрации. У нас есть метод invoke либо handle, если вы предпочитаете метод handle. Далее, какие параметры принимает этот метод и что возвращает. Зачем нам это нужно? Что нам это дает? Далее, само собой, в контроллере, давайте перейдем сразу в контроллер. RegisterController и здесь изменим конкретный класс action-класс на нашу абстракцию с интерфейсом. Пока что этот момент работать не будет, чуть позже мы к этому вернемся. Зачем нам этот интерфейс? Какую пользу дадут эти усложнения? Мы, друзья, тем самым добавили гибкости нашему проекту полиморфизма, избавились от конкретного класса и сделали инъекцию с абстракцией. Теперь, забиндив конкретный класс в сервис-контейнере Laravel, мы будем работать с экшен-классом, который обсуждали ранее. Но если в будущем захотим реализовать регистрацию иначе, то просто будем менять бинт на новый класс, который реализует этот интерфейс и который реализует также новую регистрацию. Либо использовать разные экшен-классы в зависимости от различных условий. Да, и пару принципов Solid заодно закрыли. Каких именно? Напишите об этом в комментариях. Ах да, ну и совсем забыл. Также мы получим преимущество при тестировании, но об этом чуть позже. Да, и кстати, еще один интересный совет, который также был в докладе Люка Даунинга. Как мы биндим конкретный класс какой-либо абстракции? Заходим в App Service Provider и здесь делаем this, app, bind, абстракция в виде нашего интерфейса и конкретный класс. То, о чем я говорил. В будущем нам будет достаточно всего лишь изменить здесь конкретный класс. Но, друзья, App Service Provider может содержать в себе не только логику по сервис-контейнеру, поэтому bind отсюда мы можем убрать, создать дополнительный сервис-провайдер, Action Service Provider, который будет как раз ответственен за бинды экшенов с интерфейсами. Чтобы это все дело работало в config.wap, необходимо также добавить этот новый Action Service Provider. И далее уже в самом Action Service Provider с помощью свойства bindings мы передаем ключом необходимый абстрактный класс интерфейс и значением необходимый конкретный класс. Согласитесь, так намного удобнее биндить, плюс у нас есть отдельный класс, который ответственен именно за бинды. Далее, помимо использования экшен-классов в контроллерах, чтобы разгрузить логику, экшен-классы можно также использовать и в консольных командах. Давайте посмотрим пример. Я, кстати, использую консольные команды в Laravel довольно часто, они мне облегчают жизнь. Иногда, чтобы создать пользователя какого-то тестового, сделать рассылки и так далее. Если вы плохо знакомы с консольными командами в Laravel, то обязательно напишите об этом в комментариях и я сделаю для вас отдельный урок, посвященный этой теме. Давайте посмотрим на консольную команду в Laravel. Здесь мы также сделали инъекцию в виде абстракции этого интерфейса, который у нас забинден на конкретный. И здесь уже точно также вызываем этот экшен-класс и создаем какого-либо тестового пользователя. Очень удобно. Да, и заодно избавляемся от дублирования кода. Еще один совет, который может вам помочь в разработке. А именно, если у нас есть контроллер и у нас здесь несколько логических моментов. Скажем, вот есть еще один. Отправка уведомления пользователя. Мы также это выносим в отдельный экшен и здесь добавляем его в виде инъекции. Но Look Downing советует не добавлять сразу несколько экшен-классов, а сделать один экшен-класс, который группирует несколько. Как вот, скажем, вот этот, в котором у нас есть и регистрация, и отправка уведомления. А в самом контроллере мы просто обратимся к одному экшен-классу с группой экшенов и здесь его также вызовем. Так, друзья, и на десерт. Тесты. Куда же без тестов? Как тестировать эти экшен-классы? Давайте посмотрим, например, экшен-тест. Здесь у нас опять-таки то, что я говорил, преимущество использования абстракции интерфейса вместо конкретного класса. Здесь мы обращаемся в сервис-контейнеру, берем экземпляр нашего экшен-класса и далее точно так же, как и в контроллере, как и в консольной команде, мы добавляем пользователя и после уже проводим все необходимые нам тесты. Вот так просто выполняются тесты с экшен-классами. И да, друзья, я вижу в комментариях вашу заинтересованность в плане тестов в Laravel и я уже делаю гайд на эту тему, поэтому скоро ждите на канале. Итак, куда еще можно вынести логику из раздутого контроллера, кроме экшен-классов? Самое первое, самое простое, что приходит в голову в основном всем, это модели. Скажем, у нас есть регистрация, ответственность пользователь, значит это eloquent модель user. И здесь мы создаем статический метод регистр и сюда перенесем все то же самое, что у нас было и в экшен-классе. Но я так делать не рекомендую. Во-первых, у модели немного другая ответственность и во-вторых, у нас произойдет то же самое, что и в контроллере. В конечном итоге модель у нас раздуется логикой, будет тяжелой, будет множество методов и поддерживать такой класс будет крайне тяжело. Также часто спрашивают о трейтах. Можно ли выносить подобную логику в трейты? Говоря о трейтах, изначально скажу, что это отличные инструменты и я их лично использую часто. Но если брать наш случай с методом регистрации пользователя, то трейт будет плохой идеей. Почему? Потому что трейты это небольшие reusable методы, методы, которые повторно используются. И если в данном случае регистрацию для модели юзера мы выносим в трейт, то вопрос для какой еще модели она будет использоваться в нашем проекте. Думаю в 99% случаев больше таких моделей у вас не будет. Кстати, если вам интересна тема трейтов, когда, зачем, как и почему, то пишите в комментариях и мы рассмотрим эту тему с реальными случаями использования. Ну и раз уж мы затронули эту тему и говорим о структуре хранения, то трейты хранятся как правило в той директории, за какой они логически закреплены. Если речь о трейтах для eloquent моделей, тогда прямо здесь в директории models мы создаем новую директорию trades. Да, и здесь будут находиться все трейты, которые ответственны за eloquent модели. Также частая практика, когда директория с трейтами хранится в верхнем уровне, в директории up, и здесь либо располагаются все трейты разных категорий, что я не рекомендую делать, либо они также группируются по логичным директориям, трейты для моделей в директории models, для контроллеров controllers и так далее. Далее, друзья, нога в ногу с экшенами, также идут сервис классы. Они у нас располагаются в директории services, как правило, и здесь у нас, скажем, user service class, который в себе содержит уже не один метод handle, как это было в экшен классах, а здесь уже может быть множество методов, как в данном примере. У нас есть и регистрация, и авторизация, скажем, и тот же метод по отправке уведомления может также перекочевать в этот сервис класс. И далее в самом контроллере на регистрацию здесь уже будет происходить все то же самое. Мы с помощью инъекции, с помощью сервис контейнера здесь добавим этот сервис класс и здесь уже вызовем его и его метод регистр, а далее его метод по отправке уведомления, логину и так далее. Вот такой подход с сервисным слоем, который тоже часто используют. Я же, как уже говорил ранее, отдаю преимущество более экшен классам и в целом я использую директорию services для другого типа классов. Здесь у меня классы, которые реализуют взаимодействие с какими-либо внешними сервисами. Так и называются сервисы и как раз внешние сервисы. Скажем, если мы взглянем на другой проект, то здесь у меня в директории services находится класс, который взаимодействует с сервисом Vimeo посредством API. Да, что касается дополнительных и вспомогательных классов, скажем, классы по работе с внешними сервисами, Fert Party Services, я, как правило, храню в директории services. И это довольно частая практика. Как вот в моем примере, класс по работе с API Vimeo у меня располагается в директории services. Это логично и сразу понятно. А вот дополнительные классы, которые помогают взаимодействовать с проектом, скажем, как здесь класс по работе с ценами, хранится в директории utilities. Я предпочитаю такое наименование, и вы его часто встретите в других Laravel проектах. Также часто это может быть директория sources. Ну и в целом политика Laravel устроена так, что вы вправе сами решать, какая у вас будет структура, но лучше придерживаться общих правил, чтобы ваш код и расположение классов не было загадкой. Все было логично и, скажем так, по полочкам. И напоследок, подход, с которым я столкнулся недавно, это ViewModels, но теперь его периодически использую. В частый случай у нас есть метод в контроллере, он крайне простой. Здесь просто набор различных переменных, которые мы передаем во View. Их может быть большое количество, но в моем примере всего две. Item и Comments. И, скажем, эти комментарии дублируются еще в некоторых методах в контроллерах. Чтобы избавиться от дублей, плюс разгрузить логику контроллера, мы выносим эту часть, убираем отсюда, создаем специальный класс, который располагается в директории AppViewModels. И здесь классы, которые, как правило, соответствуют Eloquent моделям. Вот как раз у нас по комментариям здесь та же самая логика, немножко расширенная, которая у нас была в контроллере. И далее в самом методе в контроллере мы просто передаем, вызывая этот ViewModel класс. Да, также хочу продемонстрировать вам более интересный пример с ViewModels, когда у нас есть абстрактный класс с базовым набором методов, таких как получение текущей ViewH для модели, роута и хлебных крошек. И классы, которые наследуют этот функционал и реализуют логику там, где это требуется. Скажем, как EventViewModel. А далее уже в контроллере мы создаем в ConstructMetode экземпляр этого класса. И далее уже работаем с хлебными крошками и прочими необходимыми нам для ViewH объектами. То есть все то, что мы передаем во View, мы организуем в подобных классах. Поэтому и название ViewModels. Ответственность за данные во ViewH. Кстати, у Spati есть пакет, который помогает в реализации подобных классов. Но можно вполне обходиться и без него. Ничего сложного в этом нет. На этом все, друзья. Надеюсь, видео принесет вам пользу в разработке ваших проектов. Спасибо вам за поддержку и за лайк, который вы только что поставили. Мне это важно и я это ценю. Также подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, чтобы не пропускать полезные ролики. Всем еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике на канале CutCode.